Здравствуйте, уважаемые граждане! Разрешите представиться. Меня зовут Андрей Григорьевич Артамонов из Партийной. Тема моего доклада называется «Сегодняшняя политическая ситуация в Российской Федерации. Через призму Второй Империи во Франции. Разгляд мелкого буржуар-антье». Ну, поскольку я сам являюсь представителем этого класса, то, конечно, и докладок был о том, что мне ближе. Итак, граждане. В течение ста веков развития нынешней человеческой цивилизации происходили события, которые можно сравнить с вешками речного фарватера. Ими отмечается течение истории. Проходят века, но умы историков, философов, парижских деятелей, писателей снова и снова возвращаются к ним. Одним из таких событий является парижская коммуна, память которой мы отмечаем сегодня, полтора века спустя, после тех драматических дней. 150 лет – это сравнительно немного. События еще не успели застыть, превратиться в эпос. Ещё можно извлечь из них массу поучительных уроков. Как, спустя полтора века? А почему бы и нет? Сравнил же Фридрих Энгельс события реформации и крестьянской войны в Германии с событиями революции 1848 года. А Макиавелли тот вообще анализировал события, которые происходили за полторы-две тысячи лет до него. Знание истории хорошо тем, что за кажущейся хаотичностью прошлых событий можно увидеть строгую логику. За борьбой отдельных индивидов за свои интересы – их общий интерес. А значит, по аналогии, и определить своё собственное место и свой собственный интерес среди совершающихся событий современности. Как совершается это определение? Видимо, через вычленение по ряду общих признаков – социальных групп прошлых эпох. Затем, на основе биологических, исторических, экономических, социологических, культурологических и т.д. И подобных знаний о себе через отождествление себя с ними. Таким образом, знание о моих собственных источниках и способе получения дохода, а именно дивидендов с банковских вкладов, заставляет меня отождествлять себя с определённой социальной группой той страны и той эпохи – с буржуаром те. Но с крупными, средними или мелкими гарантиями. В Соединённых Штатах Америки считается, что если семья из четырёх человек, как правило, муж, жена, двое детей, вынуждена расходовать на нормальное, по штатовским меркам, питание, с мясными стейками, фруктами, апельсиновым соком, кофе и шоколадом, более трети своих доходов, она живёт ниже черты бедности. При этом один делающий деньги член семьи, как правило, взрослый мужчина, должен обеспечивать всех четырёх. В моей семье из двух человек, меня и жены, доход в семье обеспечивая день я. Заработок жены уходит на поддержку её родителей-пенсионеров. Бывали времена богаче, но сейчас свои расходы на питание свыше третьей месячного бюджета. Таким образом, легко определить, что ваш докладчик по размеру своего дохода и структуре трат принадлежит бедным, то есть мелким ранье. Общеизвестно, что мелкие бужуа Парижа, в том числе мелкие ранье, поддерживали коммуны. Или, во всяком случае, сохраняли лояльность к ней. Но почему коммунары Парижа, которые выдвинули лозунг «нетрудящийся не ест», не являлись ли они естественными врагами мелких ранье? Исторический парадокс? Этот парадокс легко решается, если предположить, что парижским мелким буржуа противостоял некто третий, бывший врагом или парижский коммунар. Этот третий находился в нескольких десятках километров от Парижа, в Версале. Потомки феодальной аристократии, крупные буржуа, видные буржуазные политики, верхушка военщины, высокопоставленная бюрократия, иерархи католической церкви, продажные интеллектуалы, словом элита империи Луи Наполеона. И мелкие буржуа, и пролетарии Парижа за 18 лет Второй империи хорошо изучили повадки этих лиц. Что-то парижских коммунаров, то они выдвинули лозунг «нетрудящийся не ест» его не реализовали. Бичом революционного Парижа была безработица. Оно и понятно. Крупные заводы и фабрики стали из-за отсутствия сырья и материалов и были частично разрушены бомбардировками. Часть мелких мастерских закрылась. Общественные работы не могли бы поглотить рабочую силу, ставшую избыточной. В бойцы национальной гвардии был годен не каждый. В этих условиях коммуна обещала продовольственный паёк каждому, кто запишется как нуждающийся в работе. И обещание сдержала. Но нуждающимися в работе объявили себя и те, кто вовсе не собирался к ней приступать. В том числе и мой собрант «Мелкий рантьер». Гарантированный продовольственный паёк позволял существовать не трудясь. С этой позиции жизнь «Мелкий рантьер» и коммуны мало отличалась от жизни в годах Второй империи. Поэтому «Мелкий рантьер» просто не было смысла выступать против коммуны. Уважаемые граждане! Не надоел ли вам рассказ о «Мелкий рантьер» в Борисской коммуне? Потерпите, дальше будет интереснее. Спешу сообщить вам приятную новость. Каждый из вас или будущий, или уже сущий рантьер. А вот и неприятное. У большинства рента называется или будет называться трудовой пенсией. К слову, любопытно то, что в немецком языке, который, в отличие от английского, избегает нолезначительных слов, ну, видимо, сказывается в национальном характере немцев, в этом языке и рента, и пенсия обозначаются одним словом – «рэнде». Точнее, «ди-рэнде». Пенсионер и родье по-немецки – «рэнтер», «рэнтер». В зависимости от пола – «ди-рэнтер» или «ди-рэнтер». Предвижу возражение. Мол, рента – это регулярный доход с капитала, а трудовая пенсия – это отчисление с накопленного труда. Ну что же, обратимся к поводу Советского Союза. Уж там доходов с капитала не получали. Во всяком случае, легальный. В каких единицах исчислялась пенсия в Советском Союзе? Неужели в ватах или в джоблях? Или все-таки в рублях? Ваты и джобли – единицы исчисления физические, а рубль – единица финансовая. Сам факт исчисления пенсии в рублях указывает на то, что пенсия начислялась с негового капитала, по всей видимости, государственного. Даже в Советском Союзе накопленный труд воплощался в капитале. Таким образом, мы установили сходство экономической природы рантьей и пенсионеров. Установив это, мы плавно выруливаем на тему пенсионной реформы. Почему-то, если, к примеру, увеличивается срок обязательного школьного образования или действительной военной службы, это не называется реформой. Это просто увеличение некоего срока, производимое в обычном бюрократическом порядке. На повышение возраста выгода на пенсию про путинские средства массовой информации выше называют реформой. Между тем, настоящая пенсионная реформа должна привести к отмиранию государственных трудовых пенсий для тех трудоспособных людей, которые сейчас находятся в молодом возрасте или в относительно молодом возрасте. На первый взгляд, это дикая ересь. Однако, давайте разберемся, из какого источника формируется государственная трудовая пенсия из отчислений с заработка работника. Но в 2003 году, цитирую, среднестатистический российский работник на 1 доллар заработной платы производит 4,6 доллара продукции. Американский же рабочий 1,7 доллара. Такую невиданную эксплуатацию труда в настоящее время редко где встретишь. Ссылка у меня имеется. Пока череда вам предоставить ссылку. Каюсь, у меня нет более свежих данных по этому вопросу. Но я удивляюсь тому, что такие сведения просочились в абсолютно легальную газету, газету «Поиск» если кого-то знают. Знаете такую газету «Поиск»? Газета «Новерное сообщество»? Нет? Жаль. Ну, есть такая. Вот в эту легальную газету они просочились. Это было даже в относительно либеральном 2003 году. Однако, эту задачку можно решить из другого конца. В 2003 году американский рабочий, произведя продукции на 4,60 доллара, получил вознаграждение 2,70 доллара. Предположим, что, как я упоминал выше, этот рабочий потратит из вознаграждения одну треть на продукты питания для своей семьи. 2,70 доллара минус 1,3 этого количества будет 1,80 доллара составит его доход за вычетом расхода на питание. В России средняя статистическая семья в 2018 году на питание расходовала 31,2% своего бюджета. Ссылка у меня также имеется. После кончатал вам его предоставить. Российский работник, произведя продукции на 4,60 доллара, получит, как мы помним, 1 доллар вознаграждения. За вычетом расхода на питание семьи около 69 центов. Ну-с, и сколько центов возможно отчислить в пенсионный фонд при такой структуре заработной платы и расходов? Допустим, у того, что средняя плата в России столь низка, есть длинный ряд причин, вплоть до принятия веческого варианта христианства и призвания в ареалях. Но ведь низкую зарплатную плату можно компенсировать высокими процентами по долгосрочным банковским депозитам. В самом деле, некто компетентный может сказать наемному работнику, ты мало зарабатываешь, но ты имеешь возможность откладывать банки под высокий процент. Твоя старость обеспечена. Но как поступает пресловутый регулятор Центральный банк Российской Федерации, он снижает учетную ставку, вынуждая коммерческие банки снижать ставки по депозитам. Да так снижать, что доход по вкладам съедается инфляцией. Господам регуляторам не мешало бы помнить, что одной из причин падения популярности Наполеона Третьего было снижение 5-процентной банковской ренты до 4,5%. Сведения взяты из работы Карла Маркса 18-я бюмера Луи Бонапарда. Подскажите мне, если кто знает, где в Владивостоке сейчас есть банк, предлагающий долгосрочный 5-процентный депозит с ежемесячной его процентов. А? Может кто знает? Буду благодарен. Скорее всего, таких нет. Уже нету давно. Уже нету, да? Так вот, дела идут. Подголоски Путина Набиулиной оправдывают эти шаги тем, что это необходимо для сдерживания инфляции. Этим господам достаточно распределить школьные учебники экономики Игоря Владимировича Липсица. Может кто знает? Вот мелодочка, вы знаете, помните такую фамилию? Игорь, не по Липсицу обучались основой экономики в школе? Нет. Ладно, извините, если это... Достаточно распределить школьную экономику Игоря Владимировича Липсица, чтобы узнать, что инфляция вызывается не количеством денег сами по себе, а их избытком при товарно-денежном обороте. В моей интерпретации инфляцию разгоняет не накопление денег как таковое, а их массовый вброс в сферу потребления. Но какой стимул копить деньги, если банковский процент не перекрывает процент инфляции или перекрывает его незначительно? В этом случае деньги не вкладываются в депозиты, а тратятся на потребление, в том числе покупку бытовых товаров длительного пользования или на покупку активов твердой валюты, золота и тому подобное. А траты, в свою очередь, увеличивают денежную массу в обращении, а следовательно инфляцию. путинские экономисты с чем боролись, на то и напоролись. Но как быть, если, может быть, и в данных учебниках содержится неверная информация? Тогда спрос с рецензентов. Почему пропустили неверное сведение? Почему в учебниках нет точной формулировки? Но даже если и инфляция, так в 1910 году килограмм хлеба в России стоил 10 копеек. Ну, если кто знает, 2 фунта по тем мерам. 2 фунта с небольшим. Итак, 10 копеек стоил 2 фунта хлеба. Но сравните, какой процент от среднего дохода средней статистической российской семьи уходил на килограмм хлеба в 2010 году? И какой процент уходит сегодня при баснословной для 1910 года цене в десятки рублей? Хлеб стоил 60 рублей сегодня доступнее по цене, чем времена, когда он стоил копейки. Итак, российский пенсионер будущего – это рантье, самостоятельно разместивший свои деньги по банковским депозитам, получающий высокие проценты по ним с удобной для себя периодичностью и сам выбирающий время прекращения своей трудовой деятельности. Понятно, что разница между рантье и пенсионером в этом случае размывается до полного исчезновения. Однако, есть и другая модель накопления сбережений. Она реализована в такой экологической стране, как Саудовская Аравия. Если кто помнит, эти к правовым нормам и слава запрещают расставщичество. Однако, саудиты не нищают и не перенапрягаются на работе, как японцы. Но почему? Во-первых, исламские банки, отказавшиеся процентам, не отказались от прибыли. Исламское право знает такие формы договоров между банком и клиентом, как Мудараба, Шарика и Мушарака. За нехваткой времени не будут на них останавливаться. Желающие могут найти информацию в интернете. Важно то, что клиенты не остаются в накладе. И, во-вторых, валюта Саудовской Аравии Реал напрямую и жестко привязана к постоянно растущему в цене экспортному продукту нефти. Иными словами, баррель нефти эквивалентен с каким-то реалом. На фоне инфлицирующих валют других стран мира, цена саудовского реала только растет. Как-то принято нас считать, что самая дорогая национальная валюта по отношению к доллару США это британский фунт стерлинга. Это неверно. Самая дорогая валюта по отношению к доллару США это Саудовский Реал. Конкретно. Один доллар США в апреле 2002 года стоил 27 халавов. Саудовский Саудовский Реал валюта неконвертируемая. Это значит, что нигде в мире вы не обменяете свои Реалы на валюту данной страны. Однако это не мешает пожилым Саудитам обменивать свои Реалы на доллары в Аравии, а затем обменяв доллары на местную валюту предаваться всем радостям в жизни в дешевом для них соседнем Египте. При желании эту модель можно реализовать и в России. Россия вроде как тоже один из главных мировых экспортеров нефти. В рубль тоже можно напрямую и жестко привязать к этому количеству нефти. И он будет дорожать, обеспечивая россиянам безбедную старость. А дешевые соседние страны, где знают русский язык, в России есть. Это страны Средней Азии, Кавказа, это Украина. Жаль только, что пожилым людям при такой модели возможно придется уезжать из страны. Однако должен предупредить, что эти модели взаимно исключают друг друга. Будущим пенсионным реформаторам придется выбрать какую-то одну из них. Одновременная их реализация придет катастрофе. Так бывает. Иногда одновременное применение двух хороших лекарств из-за их несомместимости приводит к летальному исходу. Что же мешает реализации одной из этих двух моделей реформы? Мало сказать существующий политический режим. Надо понять почему и как он это делает. как мы сейчас разберем. Поняв как поймем и почему одним из оправданий низких процентных ставок вкладом служит то соображение что дескать кредитер на вас ставок славный. Ничего 20 минут только читаете. Даже меньше. Одним из оправданий низких процентных ставок вкладом служит то соображение что дескать кредиты должны быть дешевы а значит доступны в идеале каждому. Однако каждый хочет жить взаймы одни мешают воспитание другим понимание того что берешь чужое и на время отдаешь свое и навсегда. Ну сколько человек в России берет кредиты? Положен трое из каждой десяти трудоспособных граждан страны. Это значит что для того чтобы трое жили сегодня так как они хотят жить завтра все миром должны потуже затянуть пояса. Далее этим троим получившим дешевый кредит легче внушить что произошло это благодаря отеческой заботе Путина о них простых россиянах. Таким образом дешевые кредиты одна из форм подкупа граждан России. Далее нам говорится что низкие учетные ставки Центрального банка необходимая мера поддержки банков Российской Федерации. Но если верить официальным религациям что больше россиян стали брать кредиты для дешево для чего это поддерживает? Лет 10 назад когда не редкость были ставки по депозитам в 12% годовых средняя ставка по кредитам была процентов 18. Иными словами каждый привлеченный рубль вкладчиков приносил банкам где-то 50 копеек прибыли в наше время ставка в 4% уже хороша а кредиты если верить рекламе бывают уже и 7,99% вот сегодня шел по Касову паспекту спускался вниз там реклама экспобанка они уже обещают кредит под 7,9% годовых иными словами сегодня каждый привлеченный рубль вкладчиков приносит банкам почти рубль прибыли прибыль банков за 10 лет возросла с 50 до 100% хорошо поддержали воистину нами как и французами свыше полутора веков назад правит император банкиров но и это не все с этого года в россии введен налог на доходы с банковских депозитов свыше определенной суммы по словам официальных юристов это вроде как налог на роскошь но процентная ставка установлена как на доход с предпринимательской деятельности но в том то и дело что этот налог не укладывается ни в те ни в другие рамки роскошь это огромные квартиры коттеджи люксовые автомобили туристические загампоездки брюрианты парадные обеды и тому подобное но чтобы эти мечты стали явью эти товары или услуги нужно купить деньги потраченные на покупку роскоши уже нельзя держать наличным банком с депозитами как говорится в гранулиской пословице нельзя съесть пирог и иметь его но верное обратное деньги или лежат на депозите или изъяты и потрачены но правительство россии хочет брать деньги за роскошь которая еще не куплена и неизвестно будет ли куплена вообще налог так сказать с невылупившихся цеплят если же это налог с предпринимательской деятельности то в таком случае количество индивидуальных предпринимателей в россии возрастает во первых до абсурдно большого числа во вторых с чистого рантье нельзя брать налог как с предпринимателя потому что он рантье не производит товары не оказывает услуги не торгует то есть не создает новой стоимости на языке математики это выглядит так как если бы нуль приравняли к любому положительному числу ну и что вы скажете об умственных способностях столь гениального математика но не будем считать путинца глупее себя перефразируя известное слово Маяковского если новые налоги вводят значит это для чего нибудь нужно что же могло побудить российское правительство пойти на столь невакулярную меру да еще в наши непростые времена дефицит государственного бюджета коль мы взялись сравнивать путинскую Россию и Францию Наполеона Третьего находим что дефицит госбюджета был в тогдашней Франции сведения опять же подчеркнуты из работы Карла Маркса 18-й бюмер Луи Бонапарта а не взяли предположить что дефицит госбюджета в тогдашней Франции и в сегодняшней России был вызван сходными причинами да сравнив политическое развитие двух стран для различной эпохи мы видим куда в нынешней России могут идти деньги со мной введенного налога это содержание поверятшие в роскоши и коррупции властной элиты это создание новых управленческих и силовых структур это функционирование финансово потяжелевшего за 20 путинских лет государственного аппарата это так называемая активная внешняя политика выражающаяся прежде всего во внешней экспансии это как следствие такой внешней политики наращивание военных мусклов и не надо утешаться тем что деньги на эти цели будут взяты из кармана бездельника врантье эти деньги новые плети и цепи для рабочих крестьян и трудовой интеллигенции новые к уже имеющимся старым новые для тех защитниками чьих интересов вы коммунисты себя заявляете сие же все было из-за иконописного лика нынешнего президента России выглядывает мясистая ряжка императора французов Наполеона Маленького неудивительно что накопившиеся за 20 лет разочарования в политике нынешнего российского президента находят выражение в лозунгах Путина в отставку и долой Путина но опять же обратимся к истории разве капитуляция Наполеона Третьего перед трусаками означала конец бонапартийского режима отнюдь Луи Бонапарта в качестве главы такого режима сменил Адольф Тьер а его в свою очередь Тьера маршал Патрис Макмагон и так до сформирования в 1881 году правительства буржуазного республиканца и либерала Леона Гамбетта Бонапартийский Бонапартийский Франции скончался через 10-11 лет после гражданской смерти исторического персонажа который дал ему имя и через 7-8 лет после его смерти физической Бонапартийский противника Иосифа Сталина на 19-м съезде ВКПВ в октябре 1952 года Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт Это знамя придется поднять вам представителям коммунистических и демократических партий и понести его вперед Больше некому его поднять Цитата окончена Два месяца назад тысячи людей вышли на улицы и площади по многим городам России чтобы сказать свое фу обанкротившемуся режиму В свете этого события для вас коммунистов приведенные слова Сталина должны звучать как набат Доклад окончен Задаю внимание Вопросы можно? Да, конечно Можно Такой вот вопрос Вот вы сравниваете трудовую пенсию с приравниваете ее к рантье к ренте за трудовую пенсию а не трудовые пенсии когда в принципе это то же самое но людям не работающим платят деньги Это тоже форма рантье? Ну конечно же Не работающий платит аренду и конечно Так работающий человек откладывал деньги на пенсию а не работающий не откладывал но все равно деньги получает Какая-то странная аренда получается В одном случае положили деньги в банк и живем на процентов во втором случае в банк ничего не положили но проценты живем Может поэтому те кто положили свою пенсию накопительную часть получают меньше чем туда положили потому что пенсия распределяется не только на трудовые но и на нетрудовых пенсионеров пенсия 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 пенсионного фонда а аренде получают деньги с банковского капитала пенсия пенсии и платить с отложенного капитала С отложенного кем? Кто будет? Вот тот капитал даст для неработающих людей пострадал на допустим очень хороший вопрос очень хороший вопрос вот я почему спрашиваю вот у меня допустил не работает капитан неработающий трудовой он с тех квартир которые со время купили родители уже с трудовых денег начале 90-х или сперту из них отложили вот сейчас в это прошло время продали сейчас я получаю ренту именно с этих квартир с капитала деньги вручную капитал